дорогие друзья зрители канала гости сайта с вами кукс 9000 да я все еще здесь и все еще с вами и в ближайшее время я не собираюсь никуда исчезать здравствуйте дорогие мои ну и давайте начнем снимает очередную серию по игре майнкрафт ну что ж в мире произошло достаточно много изменений конечно ну они все-таки не глобальные все-таки мелочные не особо такие какие-то выдающиеся но какие есть такие есть я уже говорил неоднократно и писал на своем канале что времени у меня почти не осталось вообще на снятие и упи в частности ну давайте поговорим а ух ты курицы заикаются ладно посмотрим чем это все вылез ты дын 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 вот мы идем к этому самому дын 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 потому что билд крафт все-таки вносит свои коррективы однозначно в лучшую сторону и вот одна из этих корректив то есть теперь непосредственно стоять перед ловушкой втыкать на текущую лаву и воду мне не надо собственно вполне достаточно было поставить пылесос с приводными трубами и подключить его к ретстоуну все привет семье теперь же благополучно сгорающие монстры выдают лут который сейчас нам скелет продемонстрирует после этого перезагружен наверное чтобы у нас не было раба войне рабовость не было дабл эхо вот видите бам-бам-бам-бам все и вот идет спокойненько абсолютно смирненько в сундучок без всяких каких-либо проблем ой ну и как бы мне больше не нужно стоять у него над душой достаточно быть в зоне ловушки и позволять ей исполнить могов так что nexus теперь у меня full версия на по крайней мере подземным ну что еще нифига я не построил цитадель и даже ей не занимался практически занимался сбором ресурсов но зато я окончательно утвердился в ее полном плане и как только количество ресурсов достигнет критической точки я все-таки приступлю к постройке это будет наверно самая грандиозная постройка в этом биоме из тех которые были мной запланированы так теперь и что касается моих дорогих подписчиков и всех людей которые мне хотели помочь наверное все таки перезагружусь чтобы избавиться от этого ты-ты-ты-ты-ты-ты так продолжим ну касательно подписчиков и всех тех кто мне очень помог в установке мода по добыче ресурсов я говори тогда что на столб величий поместится отдельные остальные пойдут в маяк я в общем я передумал я во всех вас поместил шпиль величия именно как бы это место было отведено для подписчиков поэтому я решил не нарушать все таки правила данные обещания и однозначно все здесь останутся а маяка приберег совсем для других целей о них мы поговорим как-нибудь позже в какой-нибудь из близких серий здесь всех кто мне советовал какие-либо моды которые не участвуют в проекте здесь все то посвятил мне бил крафт ну любом случае если кого-то пропустил я еще раз проштудирую добавлю можете мне просто тут у тук-тук постучать на эту тему и сказать я и ты меня пропустил кукс я конечно же сразу отреагирую на это на все так ну а давайте пройдемся пешком уже хрен с ним так ну собственно это все относительно шпили величии салютного острова в частности но есть еще конечно несколько изменений коснувшихся моих построек опять-таки как я уже говорил они не глобальны показать им просто обязан вам притопали пешком на вокзал в котором как обычно живут скелеты ты понимаешь что ты портишь железной дороги своим присутствием здесь не понимать скелеты не криперы можно пережить итак у меня появилась грузовая платформа вода что это значит это значит что я начал вывоз ресурсов из индустриальной зоны в зону строительства цитадели да тут имеется спец рычажок в общем сюда сгружается и все ресурсы они сейчас перекачаны вниз этот рычаг при включении перекачивать ресурс из этих двух загрузочных сундуков в склад который теперь уже у меня есть разумеется вам его покажу спустимся тут у меня часто бывает в гостях крипер и поэтому я там по-моему добавил факелов недавно совсем поэтому теперь криперам очень тяжело крипера в гости реже и реже заходят так собственно под самим вокзалом расположен такой дополнительный склад тут в него есть такой входик заходим и видим вот этот нижний склад куда поступают все ресурсы в общем-то меня спрашивали можно ли обеспечить передачу ресурсов из сундука в сундук при условии что один сундук заполнен потом ресурс должен перебрасываться в другой лишний потом в 3 вот пожалуйста вот вам эта элементарная система как только этот сундук заполняется а я выгреба отсюда ресурс уже заполняется не влажен ресурсы которые не влазят в него начинают накапливаться в этой зоне засасываться этим пылесосом следующий сундук и так будет идти до бесконечности пока все сундуки не заполнятся но и в этом сундуке уже было ба 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 бам начнется просто отстойник мусора которого конечно никто не дождется ибо эти все камни будут тратиться в скором времени вот такая вот системка элементарная поступенного заполнения сундуков без потери ресурсов ну и как бы на этом храме все давайте проедемся в индустриальную зону да мы в нее именно поедем я не зря вам показал платформу потому что действительно я индустриальную зону как и полагается любому человеку который любит железной дороге в майнкрафте соединил со своим основным со своей основной зоной построек и конечно же мы пройдемся в ней так всегда меня досаждают мои коты так нельзя сказать что мы тащимся но путь не близкий все таки оказался даже по железке однако однозначно быстрей чем пешком идти тадам все мы прибыли в индустриал зон как видите у меня теперь здесь есть грузовая платформа есть станция разумеется куда же я без станции станцию переведены сбор каменных всех ресурсов то есть обожженный камень теперь собирается по тому же принципу что и на основном складе вот сюда во все сундуки и если мне это необходимо я активирую этот рычаг и ресурсы с этих сундуков начинают одновременно поступать в эти два из которых я могу загружать тележки кстати не загружены почти и собственно выводить ресурсы точнее вывозить ресурсы туда куда мне это необходимо грубо говоря вот их перезагружаю это полная простите тоже сейчас будет практически полная да не практически будет все и на обратном пути мы их заберем с собой так ну что еще ну на фабрике разумеется тоже ты была немножечко изменений прежде всего я наладил само производство о котором мне тоже просили сказать я не думаю что я буду сделать об этом отдельный не и кукс просто расскажу вам здесь вот собственно автоверстак и то для чего он придуман открываем автоверстак давайте не на стекле начнем а скажем на металле открываем автоверстак берем девять единиц металла это просто здесь насобиралось уже потом выкладываем их положенном порядке получаем вот такой куб ничего не трогаем отпускаем автоверстак и она все остается внутри присоединяем его к сундуку с ресурсами с этой стороны ставим отвод сундуку готовой продукции все запускаем и готова отсюда высасывается ресурс то есть слитки загружается в автоверстак относительно формула которая здесь выстроена собирается кубы и готовые кубу выгружаются сюда то что вы вручную выложили в автоверстаке и не забрали так и останется здесь как образец понятное дело что так можно производить любые ресурсы не обязательно купа это может быть и броня и стрелы то есть если у вас там есть это дело то есть можно несколько подводов сделать к автоверстаку если это стрелы то будет дерево перья там и кремний и все будет просто шикарно работает ну то же самое собственно у меня тут с золотом вот и ну и со стеклом и со стеклом которая почему-то пустил не туда куда надо было так вот так в общем стеклопакеты из обычного стекла делается ну что провел автоматику теперь я могу не выходя из здания фабрики управлять любым из трех карьеров то есть включать его выключать запускать плавильню либо саму фабрику по обработке что касается карьерам сейчас вот наверно полезут мобы нежелательно тут ходить нежелательно тут ходить всяким зомби так ладно я не хочу идти туда там скелет я не пойду туда там просто бывают криппер они когда не раз уже мне взорвали трубопровод с ресурсами не все посыпались на землю в общем я туда не хочу теперь ходить потому что ночи это невыгодно именно для этого я сделал эту штуку то есть я спокойно себя клацнул все в запустил все что мне нужно и пошел 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 наверх как бы никаких проблем с этим нет могу сказать четко что все три карьера уже исчерпались я уже заложил новые но пока их не активировал потому что опять-таки у меня почти нет времени кстати алмазы добылись уже все-таки какой-то из карьеров до них дарился а может и все их нашли просто по чуть-чуть ну а это что такое у меня это я экспериментировал с возможностями перегонки и вывода ресурсов и сундука в сундук такое бесполезное занятие на самом деле видите это не идут поочередно туда-сюда можно запустить и выкачивать начать ресурсы со всех трех сундуков на склад как вы помните это был мой первый склад и теперь он уже конечно же мне не нужен потому что я обзавелся более большим более надежным так ну собственно печаль в том что ночь а здесь нет кровати кровати здесь абсолютно нет и там у меня все не освещено поэтому там дуролеи будут лазить кругом и всюду что касается плавильня она тоже была усовершенствована настал еще более шизанутой чем была на внешний вид ну же я зачем-то не избил еще и настройку вот смысл заключался в чем то есть теперь на каждую печку подается дополнительные ресурсы все ресурсы не за расходуемой печкой уходят в цикл то есть они начинают циклировать по трубе но по конвейеру все ресурсы которые попытались попасть печку и не попали при этом остались сверху собираются пылесосами он их сзади чуть-чуть там видно они чуть-чуть выглядывают весь уголь который не попадает в печку выпадает из нее тоже собирается нижними пылесосами в общем практически безотходное производство все работает супер классно сейчас фабрика остановлено и все работает на честном слове можно было бы и запустить подачу угля и сожалению отключить подачу угля можно отсюда а вот включить подачу угля отсюда нельзя для этого нужно запускать уже отдельно плавильную именно со счета управления ну и бог с ним пока не буду ничего запускать пускай там булыжники крутятся они никуда не делаются так ну наверное стоит нажать паузу и подождать утра а можно не жать паузу и не ждать утра а рассказать вам сразу о последних новостях ну опять таки времени мало сейчас на снятие любых лп любых проектов поэтому друзья не обижайтесь за то что серии будут выходить гораздо реже я еще раз дико извиняюсь перед вами за это в конце концов как вы понимаете есть жизнь и как-то нужно существовать в общем содержать семью поэтому без обид в общем я вас не брошу однозначно все будет однако это время решил провести с пользой не знаю насколько хороша хороша моя идея или плоха ну я вам о ней расскажу дело в том что я зарегистрировался в контакте да теперь вы можете зайти по ссылке которая сейчас будет видно на вашем экране и добавится в друзья владимиру куксу 9000 да именно так и зарегистрирован в контакте и связи с этим у меня возникла одна очень интересная идея в общем-то мне неоднократно говорили о том что как бы у тебя уже столько вопросов столько там у всех к тебе там разных предложений там и тому подобное что ты просто задолбежься делать работу со зрителями посему решил сделать немножко хитрую такую вещь то есть те люди которые добавятся ко мне в контакт они ну в случае надобности конечно этого им могут оставлять свои вопросы прямо у меня на стене вопросы касательные моего летсплея вопросы касательных каких-то проектов и всего остального еще чего-то в общем оставляйте вам свои вопросы на стене вконтакте и будет сделана специальная передача в которой я буду только отвечать на ваши вопросы да мы возвращаемся к нашему интерактиву учитывая что промежутки между сериями увеличится это будет вполне нормально то есть насобирается за это время достаточное количество каких-либо ваших вопросов и это можно будет как бы выделить в определенный промежуток времени снять по этому делу серию и ответить на их все именно в режиме вот звуковом они в какой-то нибудь там переписочки в чате вот так вот ну если вам понравится эта идея жмакается пальцы вверх напротив этой серии если не понравится жмакайте пальцы вниз в общем как хотите и еще одна важная вещь собственно если все пройдет гладко и нормально и вам эта идея понравится будет достаточно вопросов нормальных вопросов интересных хороших которые действительно требует ответа или интересует большое количество зрителей мне нужно будет место где это все провести где снять эту серию в которой я буду как бы отвечать в общем не нужен конференц-зал первый мой конференц-зал будет собственно построен только в цитадели от цитадели вы видите только 300 метров забора первого и все по-другому его никак не назовешь есть поэтому ни о каком конференц-зале там нет и речи поэтому обращаюсь с тем кто захочет мне помочь и кто имеет дело с файлообменниками с кем-нибудь там сайтами куда можно залить свои файлы друзья секундочку сейчас я убью этого лишенца я пьяный сторож фабрики очень хорошо нет пацаны сегодня не ваш день так значит здесь надо тоже ставить ворота в общем друзья я бы хотел чтобы вы мне помогли в этом деле и построили конференц-зал специально для этой серии то есть вы можете его построить на новой карте в любом режиме каком вам будет удобно мы желательно чтобы он потом грузился при этом именно в сингле то есть не надо там вот этих левых режимов с читерными постройками вы можете использовать любые читы при постройке его их так дофига вообще на самом деле и собственно всего-навсего есть три условия постройки этого зала то есть зал должен быть достаточно освещен он должен иметь объем не меньше чем зал этой фабрики хотя бы чтобы в нем было комфортно проводить и на нем должен быть в любом проявлении логотип мой логотип вы знаете вы можете посмотреть его над главным входом храме в любой из серий собственно мы сейчас можем вернуться в храм я еще раз его засвечу то есть вот так вот и к внешней внешнему виду этого здания у меня вообще никаких требований нет поскольку меня интересует сугубо внутренняя начинка они не хотят чтобы я сюда уходил сугубо внутренняя начинка этого здания и то как она будет выглядеть эти странно что тележки нет на месте я вот на ней приезжал ладно в любом случае я вам сказал если вы захотите помочь помогайте присылать и конечно же будет названо имя человека который мой зал собрание в котором будет проведены эти ва эти ответы на ваши вопросы ну вот собственно и все давайте все таки попытаемся вернуться и еще раз засветить логотип дабы люди захотевшие помочь мне были вынуждены шастать по прошлым сериям и искать этот логотип сейчас мы тут немножечко еще все заделаем ну так заделаем по бутафорски в конце концов здесь я не живой до индустриал зоны плевал я на то что здесь происходит особо конечно криперы не радует меня своим поведением на пусть так и будет так собственно рельс вкладываем садимся и запускаем еще раз проделаем это долгий путь правда надо было толкнуть с собой еще вагонетки грузовые сразу перегрузить лук ну да ладно я вернусь за этим делом к тому же мне все равно нужно запускать дополнительные карьеры эти три уже карьеры исчерпали себя полностью вагонетка которая видать из-за свиней за какой нибудь поехала сама там у меня тупик немножко промахнулся с рельсами хотя я возможно его использую для в дороге в цитадель сам ну супер пошел дождь давайте подойдем к логотипу я вам его покажу наверно буду завершать эту серию и прощаться с вами вот собственно мой логотип стройте присылайте ссылки в личку поскольку похоже на главной странице не проходит и до новых встреч в моем летсплее по игре майнкрафт всего доброго всего доброго